Приветствую вас, давайте разберём наш вопрос. Не могу понять, как общаться, в общем, уже давно, за школьных лет, сейчас 021, имею трудности за общением. Ну, смотрите, смотрите. Давайте начнём немножечко так, с простого, да, с простого. Общение, это от слова «обще», то есть общение возникает между теми людьми, у которых есть что-то общее. Собственно, и слово «общение», корень слова «общение» — это «общий». И когда люди общаются, всегда между ними есть что-то общее. Даже если это люди разные, даже если это люди, вот, ну, совершенно из разных вселенных, вот, всё равно, когда они, эти люди, общаются, когда они взаимодействовать начинают, да, всё равно в этот момент между ними возникает что-то общее. То есть, общение строится на общности. И, соответственно, трудности в общении здесь — это трудности в нахождении, именно в нахождении общего чувака между вами и другими людьми. Вот вопрос. А из-за чего мне сложно найти что-то, ну, что-то общее? Вот. То есть, как получается, что мне вот, ну, тяжело найти что-то общее с другими людьми? Ответ. Потому что, когда вы, это, вот, немножко я в данном случае забегаю чуть вперёд. Когда вы, идёте, значит, в опускание контроля, то есть, когда вы не контролируете себя, вы теряете. Ну, вы так пишите сами, что вы теряете. Так вот, это происходит не случайно. То есть, вот, то, что вы теряете, происходит не случайно. Вы не привыкли себе доверять. И вы себе не доверяете. И контроль вам нужен, в этом смысле, для того, чтобы лучше себя чувствовать, чтобы не, как-то, чтобы не соприкасаться, чтобы не соприкасаться с собой. То есть, чтобы не соприкасаться с чем-то в себе, что вы, вот, как-то обесцениваетесь, что вы, вот, как-то, ну, в чём вы, как-то, сомневаетесь, вот, что вы не привыкли выражать. И так далее. Понимаете, да? Какая штука. Отсюда сложност в нахождении чего-то общего. Потому что, чтобы найти что-то общее, нужно, чтобы это общее было. Чтобы было, где ему разместиться. этому общему. А общему разместиться негде, потому что вы себя не чувствуете. то есть, вот, ну, как как себя почувствовать, да, когда, вот, вы себе не доверяете. Это, это довольно, это довольно сложно. Началось все с того, что одноклассницы, которые меня в начальных классах посаживали, обвиняли меня в том, что я скучный, и просили учителя пересадить их от меня. И так было со многими, с кем я сидел, они были недовольны мной. Таким образом, я бы сказал, что в контакт с другими людьми вы приходили, уже будучи неуверенным в себе. То есть, здесь история, история не совсем, что называется, про школу. То есть, это не школа. Дело не в школе. Вы пришли в школу уже таким, уже зажатым, уже стеснительным, уже неуверенным в себе и так далее. К сожалению. К сожалению, вот извините, да, но это вот в данном случае это правда. Тут как бы в этом смысле, ну, ничего не подел. Дальше. Причина в том, что я стеснялся и зажимался, не знаю, не помню почему. Ну, не так важно почему, на самом деле. Не так важно почему. Как важно, что вы делаете реально, что вы реально делаете для того, чтобы ну, зажиматься. То есть, вы же как-то вот зажимаетесь, вы же как-то вот входите в это состояние, скажем так. Вот. и, соответственно, у этого есть какие-то основания, вы что-то для этого делаете, вы о чем-то думаете. Скорее всего, то, о чем вы думаете, это история про то, а как я буду выглядеть в глазах там условно, как я буду выглядеть в глазах кого-то, как я буду выглядеть в глазах людей. Вот. Например, что обо мне подумают люди, с которыми вот я ну в контакте нахожусь. Понимаете? То есть вы думаете о людях больше, чем о себе. Вы думаете о других больше, чем о себе. Вы слышите других больше, чем себя. Вот. Это вот собственно то, с чего вот вообще говоря, ну все начинается. Понимаете? Это то, с чего все происходит. То есть это вот это вот та реальность, в которой вы находитесь. К сожалению. нравится вам это или нет. Да, как-то вот. Хотите вы этого или нет. Но это та реальность. Дальше. В результате не знал, что отвечать и говорить им анчел. Ну то есть понятно. Не слышите себя, слышите других, не знаете, что другие хотят, и в итоге все. Пупор. У нас за партией было всегда из-за этого тика и скучно, когда вокруг все веселились. Ну здесь вы как-то обобщаете ответственность, в смысле того, что условно за условную скуку ответственны не только вы. Это дало к тому же мне ощущение, что все вокруг умеют нормально общаться, но я нет. Хотя наверное в этом есть немалая доля истины. Если вы про говорение, что именно как бы про говорение, то говорение это еще не навык коммуникации. То есть если человек хорошо умеет говорить, это не значит, что он на самом деле общается. Потому что человек может говорить как бы не слыша другого человека. Не слыша собеседника. Вот. Поэтому тут вот не все так просто. Вот. тут не все так очевидно, как могло бы быть на, ну, допустим, на первый взгляд. Говорение это не общение. Вот. То есть это мы с вами давайте давайте тоже обязательно зафиксируем. То есть ну, постараемся зафиксировать, что говорение не общение. Совершенно. Абсолютно. понятно, да? Так что вы скорее действительно может быть не привыкли говорить. То есть вот именно навыка говорить у вас может быть меньше. Ну, так а вследствие чего его меньше? То есть что должен такой навык обеспечивать? Вот давайте такой вопрос зададим. Давайте зададимся точнее таким вопросом. Что вот такой навык должен обеспечить? Ну, пока не ясно. Дальше. Так, с этим в школе и сейчас я пытаюсь справиться, чтобы очистить, что я нормальный, что со мной может быть интересно, что меня могут принять. Ну, вы себя не принимаете, себя внутри. Пытайтесь компенсировать за счет других. всего этого мне не хватает, несмотря на то, что какие-то друзья завелись, им со мной видимо неплохо. То есть здесь довольно мощно идет обесценивающая тенденция у вас. Опять же, это нужно зафиксироваться. Довольно мощно обесценивающая тенденция здесь присутствует. Что люди, вот я не уверен в том, что значит со мной там можно общаться, но я не уверен в том, что люди со мной хотят общаться, ну и так далее. То есть это вот к сожалению, к сожалению, это очень сильная обесценивающая тенденция здесь у вас. Понимаете, да? Имеет место быть. Дальше. Сейчас это проявляется в том, что когда я общаюсь с кем-либо зажимаюсь, чувствую себя неуверенно и робким. А это уже больше история это не про общение. То есть вы в этом смысле возможно даже и общаться может быть не всегда хотите. общение. То есть может быть вам как таковое общение не интересно. Вам хочется именно может быть доказать, что вы нормальный. То есть вы общаетесь не для того, чтобы поделиться чем-то с другим человеком. А вы общаетесь именно для того, чтобы показать и доказать, что вы что вы нормальный. Что с вами все хорошо. Понимаете? Какая штука. Это вот неприятная деталь само собой. Это неприятная деталь. но это правда в данном случае. Вот. Поэтому я думаю, что вам немножечко нужно надо бы немножко сместить фокус. Немножко сместить фокус в другой ну в другой руси лучше сместить его. Этот фокус. Ну вот. не с не в ту сторону в какую сейчас он у нас направлен. Фокус я имею ввиду. Вот. Дальше. Начинаю будто в панике рассказывать хоть что-то, чтобы человек меня не отверг и принял. Плах отвержения. Это непринятие себя. Что-то вы себя обеспечиваете. Думаю, что ответят, когда мне рассказывают, либо я позволяю себе быть молчаливым, надеюсь, что меня таким примут и просто окончательно погружаясь в дискомфорт, сожжаться, тревогу и из головы пропадают мысли. В результате диалог почти всегда не складывается. Да. Потому что вы всеми мысленно стремляетесь в принятие, в желании чтобы вас принять. Не замечая при этом, что сами вы себя не принимаете. С этим нужно работать это психотерапия в данном случае. ненавижу себя, когда у меня не получается с кем-либо нормально пообщаться, очень больно, когда чувствую отвержение, или когда весело и хорошо знакомые общаются с другими, но не со мной, когда зовут гулять других, но не меня. Сейчас у вас большая проблема отвержения. Много боли. Эти чувства нужно прожить. Чувствовать себя ненужным и никчемным. Да, это объясняющая тенденция, плюс вы не слышите себя. Дефектом лишним компания не способна элементарно удовлетворить свои потребности принятия в отношениях. Разве не было на фоне неровестников, у большинства от которых был даже секс и еще больше себя ненавижу. Это тотальное сравнивание себя с другими. И в целом, к сожалению, некий экзистенциальный кризис. Самое главное в вашей жизни это быть как всем нормальным. Но при этом что такое быть нормальным не совсем понятно. Вы пытаетесь себя сравнивать, пытаетесь действовать так как другие, но вам это не подходит. Решал проблему так. Выработал правила как можно чаще шутить, то на все что скажет собеседение говорит свое мнение, то правило как можно больше вцепиться придет в голову для попытки задавать как можно больше вопросов, но чего не избавило меня от неверности при общении. Потому что ключевая проблема не решена. Намного легче стало, когда решила отпустить контроль и пусть общаться как получается, но тогда я не понимаю как себя вести, когда я теряюсь и зажимаюсь, тогда никак не получается, мысли в голове нет. теряйте и зажимает если вы да, вследствие отпускания контроля, но не слышите себя. То есть вы говорите я не понимаю как себя вести, не надо понимать, не надо понимать, нужно вести себя так как хочется. Вот. Значит ну и вопрос, значит подтолкните пожалуйста как стать нормальным собеседником как-то избавиться от неуверенности и страха. Да, поможем, это психотерапия, выбирайте психолога и начинайте работать. Желаю вам всего самого доброго удачи и буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь.